Литвинов Евгений Митрофанович Интервью Дмитрия Литвинова Пришли немцы в нашу Алексеевку, и началась обычная оккупационная жизнь. Того расстреляли, этого расстреляли, схватили кого-то, евреев каких-то привезли с Венгрии на какие-то работы. Мама картошку им иногда варила, потому что они, бедные люди, тоже сильно страдали. Окупация была очень сложная, но мы выкручивались. У нас была картошка, огород. Семья наша не голодала. В конце немцы стали увозить молодых людей в Германию. Наверное, чувствовали, что не удержат село. И мой отец, чтобы спасти меня от этого, чтобы меня не взяли, пристроил меня на работу. Была у нас Анфиса, с читоводом работала. Вот к ней, как будто я на работе, но я ничего не делал, потому что не разбирался в учете. Она мне только один раз поручила пронумеровать какие-то дела. Больше я ничего не делал. Но это было спасение, а так бы меня забрали в Германию. Потом освобождение. Алексеевка, населенный пункт небольшой, и особенных боев за него не было. Как освободили, сразу пришел военкомат и стали призывать на военную службу. Нас с Васькой Лакеевым забрали. Воспитание у меня было самое патриотическое. Мы были очень довольны, что нас призывают. Прошли курс молодого бойца, обучился на минометчика. Пора отправляться на фронт. А тут ночью вызывает СМЕРШ, армейская контрразведка, землянка. Он сидит, прихожу, докладываю, что такой-то прибыл. Он начинает допрос. Где был в оккупации? Вот там-то. Чем занимался? Ничем не занимался. Работал? Говорю. Вот так и вот так. Когда стал вопрос об отправке в Германию, пристроили на работу. Я ему все рассказал. Потому что тут же нет ничего особенного, криминального. И за собой я вины не видел. Да я не мог брехать вообще. Неспособен был. Да в то время и нельзя было. Все, иди. На следующий день нас несколько человек вызывают. Строят и объявляют. Два месяца штрафной роты. Отправляют под Курск. В Горелый лес. По-моему, 77-й запасной полк. Там формируют эту роту. Ее номер был 220. И еще какое-то число. Когда нас сформировали, нас было 370 человек. Отправили на передовую. В штрафной роте пошла война, которую я не мог ни понять, ни разобрать. Куда меня послали? Что мы делали? Как мы делали? Я не пойму. И вот перед курскими событиями нам приказали пробиться и захватить высоту Фарыгина. Было уже тепло. Май, наверное. Фарыгина – это господствующая высота. И немцы могли все просматривать. Наша задача была захватить эту высоту. Нас должна была поддерживать и расширить наступление с фланга в целой дивизии. То есть закрепить наш успех. Так говорили. Я считаю, по-моему, это та же 193-я дивизия, в которую я потом попал. Но не могу утверждать. Я сразу предупреждаю, что солдат тогда ничего не знал. Поэтому я могу ошибаться или говорить то, что услышал от кого-то. Солдат просто выполняет приказы. Кто-то командует, а ты не знаешь, куда, что. Наша задача – выполнять приказы умно, разумно. Это был мой первый бой. Дали команду. Мы как зарали, закричали. Немцы разбежались. Часть их мы побили. Вышли к этой позиции и захватили высоту. Окопались. Командиры взводов были с нами. А командир роты, фамилия его была, как говорили Борщ, нет. Не успел он на высоту пройти. Открыли такой огонь со всех сторон, что и дивизия не расширила наши фланги, и командир отстал. Наступает ночь. Все затихло. Связь есть или нет, я не знаю. Немцы нас отрезали. Опять захватили те траншеи, через которые мы прорвались. Командиры взводов решают, что делать дальше, и говорят, будем пробиваться назад. На утро построились мы и пошли в атаку в спину немцам. Мы снова пробились через их относительно легко. Но когда мы пробились и начали двигаться по нейтральной полосе, тут наступила беда. Немцы открыли такой артиллерийский огонь по этому месту. Немцы умели стрелять. Они сосредотачивали огонь со всех концов. Стреляют и оттуда, и оттуда, и прямо, и точно попадают в эти зоны. Это их метод обстрела. Даже при наступлении они не били, как наши, по площадям. Вся артиллерия бьет по одному участку, потом по второму, потом по третьему. И только потом наступают. Это их методика. Выползли мы. Нас собрали, построили во враге, и оказалось, что нас осталось всего 70 человек. Говорят, борща в штрафной батальон отправили, но я не утверждаю. Как вы были вооружены в штрафной роте? Все давали. Пулеметы, немного автоматов, а в основном винтовки. Патронов всегда хватало. В этом бою просто стрелять некуда было. Целей особенно не было. Мы прорвались, и на этом все. Если ты видел немца, мог стрелять, но немцы убежали. У них несколько погибших только было. Не так много. Поддерживала вас в той атаке артиллерия? Несколько выстрелов сделали, артподготовку, перед тем, как мы рванулись. Но это не артподготовка, это мелочь. Назад нам пути нет, мы штрафники. Нам сказали, что самое главное не отступать, а то сзади будут стрелять свои же. Правда, сзади, как оказалось, никого не было. Вы когда-либо сталкивались с заградотрядами? Нет. Говорили, что они есть, но я их не видел. Да и как я их увижу, я все время был впереди, на передовой. Дальше пополнили штрафную роту. Помню, мы атаковали какое-то село. Рассредоточились и движемся. Немец открыл огонь, мы шли по открытой местности. Кто мной командовал, что я должен делать, я не знаю. Я вижу, что одного убило, второго, третьего. Нас меньше уже стало. Приблизился к немецким позициям так, что слышу немецкие команды. Помню, они говорили «Приготовить хенд-гранаты». А некому уже наступать, все побиты. Я упал и лежу. Куда мне идти? Настала ночь, и я отполз назад. Это был мой второй бой. А немцы потом отступили. Вернулись. Опять нас пополняют. Находились мы на самом дурацком участке. Там болотистая местность, а немцы на возвышенности. Траншеи на склоне. Последняя атака в штрафной роте была у сел, которые назывались, кажется, Красная поляна и Бычки. Там меня ранило. Мы снова наступали. Опять не знаю, добились мы успеха или не добились. Ничего не знаю. Немцы открыли артиллерийский огонь по нам. Никто из наших уже не наступает, и я не бегу. Я вижу, вокруг погибают люди. Я начал окапываться, потому что невозможно дальше наступать, а земля спасает. Это ясно. Я сразу это понял. Окопался не глубоко. Стою на коленках, а голову еще видно. И снаряд этот разорвался сзади. Меня как будто кто-то с ружья выстрелил в спину дробью. Это ударили земля и мелкие осколки. Хорошо, что сзади разорвалось. В таком случае больше шансов спастись, так как большинство осколков летят вперед по инерции. За плечом была немецкая винтовка. Ее ствол просто срезал на уровне головы, а я выжил. Есть какие-то чудеса. Ну, а в спине куча мелких осколков, а два из них до сих пор там, на рентгеновском снимке, видно. Медсанбат я не пошел. Санинструктор у кухни что-то там мне перевязал и все. Потом оно гноиться начало и осколочки сами выходить начали. Но ни в госпиталь никуда я не ходил. Дальше срок пребывания в штрафной роте уже кончился. Начали нас переводить в полки дивизии. И штрафной роты могли перевести за ранение? Да. Если ранение, то ты искупил вину кровью. А почему вас не перевели после ранения? Откуда я знал, что нужно было делать? Где этот госпиталь находился? Я мог ходить, двигаться. Было больно, ну и что? Гноиться, ну и слава Богу. Я не знал, что нужно делать, если ранят. Я попал в 895-й полк, батальон, не помню, 193-я дивизия. С ним я дошел до Данцига. Продолжение следует...